Это было понедельник, 26 августа 2013 года. Я решил зайти на свой форум, посмотреть, что там делается. Ну так, еще там Юля смотрит, видно, что есть. И вот Игорь говорит, барабаш, я у барабаша смотрел. Он говорит, я заезжаю к воровой этой Ольге. И она говорит, ну что, засох, говорит, с форума-то. Ну они всегда, вас нету, и там ничего нету, меня нету. Там никакого движения нету, никто его не посещает. Я говорю, а она данные откуда эти имеет-то? Я уезжал, у нас среднее, это если так брать, ну 105. 105 посещений в день, это нормально совершенно для форума частного. Кто я такой, чтобы... А сейчас открыли посещение, вчера, я говорю, было 206. Как это не посещать? 206 человек это ни во что ставить? Я и 6 не видел даже человек. А это 206. Да там они не спорят. А вот как раз я этого и хотел, и молил Бога, чтобы не спорили. У нас достаточно 1440 тем, и в каждой теме дается под завязку тематика. Все. Если проповедь, там и Смирнов, и Кураев у меня, и Осипов, и Патриарх Кирилл, и Алексей II, кого только нету. Есть и баптистские там, и проповеди Сперджина, и пятидесятники, и католики, и мусульмане. Это все у меня в роликах стоит. Это по одной теме одна. Это 1400. Как это нет? А спорить о чем? Если начинается спор, значит, что-то я с чем-то не согласен. Значит, все согласны. 206 человек, и ни одного возражения нет. Это он с того стоит. Ну и в это время мне звонок. Один, второй звонит моя сестра Валентина Тихоновна. Ой, ну, что там от меня надо? В это время меня ищет еще у моей жены, Надежда Васильевна. И тут сестра живет, Нина Васильевна, Шадрина. А у нее внук, Шадрин Сергей. И, видимо, готовится жениться. А жениться на одной из жительниц... Саша Шадрин. Саша. Саша. Да. А я что сказал? Сергей. А Сергей отец. Сергей это сын. А отец. Нина Васильевна. А это внук ее, Саша. Вот. И вот на одной здесь бывшей, можно сказать, прихожанке. Она вроде заочно где-то учится в аграрном или где-то, что-то в этом плане. Он учится где-то в техникум. Вот. И они все хотели мне звонить, чтобы раз он на один день приехал из Новосибирска сюда, в Потеряевку, чтобы я обязательно с ним поговорил. Ну, в это время он приходит туда же. А я сижу. Ну, просто мне охота посчитать, что там в интернете. Батюшка пришел стучить в окно. А я вышел, что... Ну, просит тебя прийти. Он уезжает сегодня. Ну, побеседуй иди. Вот. Ну. Пошел. Я знаю, что результат будет, по мнению многих людей, отрицательный. Положительность либо сказал, ты не женись, она плохая. Ну, я не могу так сказать. Девчонка-то хорошая. Она статная, видная. Там фотомодель настоящая. Но тут другое. Мать ее, бывшая прихожанка, она теперь не прихожанка. Ребятишек семеро. А при ней шестеро. Вместе с Катей с этой. С кресты сняли. Посты не соблюдают. В течение одного года она их полностью всех заморозила. Детей-то. Ну, и причина из-за отца. Что отец не такой. Отец ее и не изменял. Он кормит их. Они обутые, одетые, сытые. В своем доме живут. И они его просто блокируют. Нигде не помогают. Ничего. Он со скотиной возится. Корову доня там шесть. Каждую неделю сливки, творог, мясо. Там сыр варят. Масло делает. Везет в город, чтобы прокормить семью. А они не хотят ничего делать. Мать их натравляет на отца. В храм не стали ходить, потому что там отец. Как это так? Можно против отца-то. И вот она едет, Катя, с моим братом, с батюшкой, отцом и Акимом-то. И отца поносит. Он нам не отец. Он только вроде счистится отцом. Батюшка говорит, как так? Куда же он делся-то отец-то? От кого за счет это-то? На тебе, говорит, чьи трусы-то надеты? Вы же все от него, от отца имеете. И она так безобразно отзывается. Я вот с этой позиции пришел, когда к Саше и говорю, Саша, ты Библию-то считаешь? Ну, считаю иногда. Я говорю, она много нам подсказывает. Написано, злословище отца и мать смертью им проклят. А они злословят дети. Их пять девчонок и два пацана. Ну, один уже женился 27 лет, этот Максим. А Анфим-то меньше, 10 лет. А они отца родного поносят. И он в город едет, корову надо подоить. Она с него берет еще 300 рублей за то, что подоит корову один день. Это вообще неслыханная вещь. Он стоит, здоровый мужик, там, вес, наверное, больше центра. Ему работать надо. А он стоит сепаратов, крутится, он пропускает молоко. Ничего не хотят делать. Он доит. Он сам кормит, сам косит сено. Там, ну, все абсолютно сам делает. И она натравила на него, подала на развод и развелась. Жена его, Галя. Я говорю, ты знаешь, Саша, в народе есть такие приметы. Если ты хочешь познакомиться хорошо с будущей своей женой, невестой, познакомься с тещей будущей. Дочерь очень сильно бывает похожа на матерей. Ну, это так. Ну, если она была неверующая, а дочь уверовал, тут похожести никакой не может быть. А парень похож на отца. Ты с отцом ездишь, а отец дальнобойщик у него. Ну, да. Ну, ты много дорогой узнаешь. Да, я по машине. Ну, отец-то дорогой рассуждает, и в тебя это все вливается. Вот я на отца похож. Отец меня вложил там все с пятилетнего возраста. Во мне все отцовское. Вот такая штука-то. А мать какая, посмотри. Более дерзкая женщина я за мне 74 года не встречал в жизни. Более дерзкая, более такой горластый, как сказать, и наглый. Поносит батюшку. Она вообще мужа при детях. Для нее никаких норм, поведения, ничего нет. Просто безумие, сумасшествие полное. Ты поближе познакомься. Но на ком ты думаешь жениться-то? Там какие-то у него заковыки еще есть. Она жестокосердная. У меня дети там. Я один куц от Атурома. Старобрящийский парнишка был. Ну, сколько ему там было? Лет восемь. Да, наверное, лет восемь. А у меня специальная вышка называется Вавилонская башня. Ну, так, руками держаться и подниматься детям. Но я разрешаю на верхнюю площадку. Ну, сколько она высоты? Ты там метра четыре есть или ты? Метра четыре. Да. И без разрешения не залазить. Я учу ее, как держаться руками. У меня другая вышка есть, та высокая, там метров восемь. Вот. Она пришла, Катя туда залезла и на этой площадке. Арома лезет. Она вот так вот ногой его пинает. Он держится руками-ногами. Она башня такая вот наклонная. Ну, с двух сторон, как пирамида такая. С четыре стороны. Вот. И она его в лицо пинает, ногой обутой. И бьет ему по рукам, чтобы его сбросить. А если он упадет, она, ну, как палки поет. Она же палки здесь. Он по ним пойдет, он весь разобьется. Я как увидел, я как закричал и его отнял. Мальчишке там где-то и что-то не так. Она между ног, пинком вот так вот. То есть безумно просто. Я ей запретил даже к детям прикасаться. Это твоя будущая жена. Она изменить себя не может. Молитвы никакой нету. Но. Я знаю, что я говорю, говорю, Саша, это пустое. Ты не будешь слушать. Но хорошо бы ты это все записал, что я тебе говорю. Записал бы на видео, на магнитофон там. А ты не записываешь и не просишь-то. А у меня тут Володя Пащенко, он бы записал. Я маленькую остановку сделаю. Вот сегодня, как раз вот. Вот, сегодня уже вторник. Это вчера было. Нина пришла. Это бабушка, сестра моей жены, Нина Васильевна Шадрина. И Володя, она говорит, что я сказал там неправильно. Не надо было Сашке это говорить. Что она сказала неправильно? Ну-ка скажи, Володя. Ты запомнил? Она мне ничего не говорила. А, не говорила. Но она мне сказала. Вообще, она старообрядка, очень добрая, очень хорошая, добрая. Она с 44-го года, пенсионерка. И она, когда фотографирует, все закрывается, чтобы лицо ее не видели. Ее старообрядцы там трамбуют. С нами, кто знает, причастия не дадут. Причастием играет папа. Ну, та же, как православная патриархия. Вот. И она вдруг говорит, надо было записать это все вчера, плясать старообрядка, чтобы, ну, сказали бы, у нас нечем записывать было, а Володя-то ваш бы записал. Вот это идиота. Первый раз такой, чтобы старообрядка и просила записать. Я говорю, ну, сейчас мы можем это повторить, записать-то, но Сашки-то рядом нету. И я бы каждый раз спрашивал, Саша, вчера я тебе это же говорил, а сегодня я ему еще больше бы наложил. Я вчера около, думаю, что, ну, больше полчаса беседовали. Вот. Я ему сказал, вот, зная ее характер, и твой ты крутой парень-то, думаю, что, если женишься, ей как раз такой муж и нужен. Вот как ты. Ты ноги к ушам-то пришьешь, она будет слушать и бегать. Он парень такой, что не заржавеет у нее. Я ему это все сказал. Так вот эти слова Нина мне и говорит, Нина Васильевна, не надо было говорить-то. Я говорю, а вы как, настроены на то, чтобы он не женился? А кто мы такие, чтобы мешать ему? Он ее любит. Она ему отвечает взаимностью. Ну и почему нет? Но я его должен предупредить, потому что она рядом, соседка, мы ее знаем. И остальные девчонки дерзкие-дерзкие. Вот, десятилетний ребенок, что-то там пришел, батюшка их там задержал, они ночью там шарятся, стемняются, они как летущие мыши, все вылазят, а днем не видать нигде, а ночью они. И батюшка его стал говорить, он на батюшку, я первый задал вопрос, отвечайте. Батюшка говорит, я в семь раз старше тебя, мне 70 лет уже, а тебе 10. И ты так разговариваешь, она их наставляет на это. Сказано, без поточков, а всех только без поточков. Без пояса нельзя, он только без пояса будет. То есть зловыборочно не бывает, она в них закладывает непослушание, неуважение ни к уставу, ни к старшим, не поздороваются, ничего нет. А они не могут быть другими дети. Послушание вмонтируется в ребенка с пеленок. А она это все разорвала, и этот дом, я говорю, разорвала вот этот нравственный принцип послушания старшим. Я говорю, Саша, у других, там, у кришнаитов, у буддистов есть такое слово аура. Ну, это не христианское слово, они говорят аура, это вот человек, как он выглядит, все излучает из себя. У нас это нимб вокруг головы, ну, святых рисуют-то где-то. Вот у таких людей, они говорят, черно-фиолетовая аура. Исправлению не поддается. Это у них. И туда ни один лучик света не попадает. И это действительно так. И нельзя ничего говорить, ничего они держат. Ребятишек в один год она сделала, как будто совершенно другие дети сделались. Они дети нормальные, ходили в церковь, в школу, сразу учиться стали хуже. Она не понимает, что в доме она устроила беду. И это все-таки молиться на, чтобы она не умерла, Галя увидела плоды. Бог силен дать покаяние. Силен. Но надежды, думаю, почти никакой нет. Бог силен. И вот это я сказал, что Сашка ее может поставить. Ну, я говорю, исправление я вижу какое. Они хотели уезжать в Адыгею. Адыгея это ничего не даст. Это Краснодарский край. Ехать надо в Чечню, в южные районы, гранищащие с Дагестаном. И сразу, как только переехали туда, чтобы муж пошел к Аксакалам, мусульманским, и сказал так и так. Я русский, я православный, и вы, дорогие Аксакалы, помогите мне. Она совершенно не слушается. И все, она уже к утру будет ходить по одной плашке, по одной нитке. Они ей, говорят, из задней части сделают зебру. Я знаю этот народ. Это умные. Как Андрей Кураев говорит, религиозно талантливые мусульмане. Они к жизни приспособлены. Они жизнеутверждающие. В этой жизни, в этой, я говорю. Я не о будущем. Будущая жизнь без Христа, она не может быть. Со Христом только. Но здесь они, и взаимопомощь у них, и защита, и все есть. Но этого нет. Поэтому, Саша, я тебе говорю, ты сам-то приглядись маленько. Сейчас ты обуреваемый по Фрейду, по Батьке Фрейду плывешь незнающего. Самая сильная страсть из всех, это плотская, как Кресло Рассанатий Лев Толстой пишет. Это самая сильная. Животная страсть, и она неукротимая, клокочет. Боройся постом молитвы. У тебя ни постам, ни молитвы, ни ты какой. Да ты-то никакой. А он уже ее сейчас приспособить как сарабряться, довершить ее как. Крестик, конечно, наденет, а потом она его скинет. Что это железка дает-то? Но если он ей нравится, она примет. У старобрядцев через смешанные вот такие браки, через неверующих. Он ее приведет, там покрестит, и все. Ну, это мы видели в фильмах. Они индейцев там... А потом эти индейцы-то... Она осеменилась, и они разошлись. У нас такая тоже старобрядка. Осеменилась, и сразу к старобрядцам вернулась. И больше ничего нет. Ну, какая это вера-то? Это вера мести, свирепости. Я их очень хорошо знаю. Чрезвычайно хорошо знаю. И поэтому он ее лучше сделать там не может, где она будет. Она на все будет отвечать дерзностью и сразу себя скинет. На нее паранжу не наденешь. Здесь у нас. Там наденут они. А девчонки-то красивые, хорошие. Если бы они туда поехали, ну, их лет в одиннадцать-двенадцать-то замуж там уже и выдали бы. И там любой мусульманин ее усмирит. Она уже будет ходить как надо. А у нас здесь этого нет. Она будет с ребенком. Ты будешь платить алименты. Жить с ней ты не будешь. Будешь жить в грехе второй-третий брак. И вот что Нина хотела, чтобы записать. Чтобы он это помнил. Я говорю, это не надо. Я сказал заранее, ты все это забудешь. Тебе не надо. А он ей выдал вчера. Дядя Игнатьев сказал, что ей только такой нужен, как я. Вот эти слова она мне вернула. Я говорю, а я что должен был сказать? Не женись? Да кто я такой? Я должен был предупредить. Это опасно. Но у тебя своя воля. Ты парень в совершенных летах. А он парень-то крупный по отцу. Там мать что-то говорит. Она уже, Катька, туда ездила. И матери там понравилась. Что она не понравится-то? Ее любым боком поверни. Хоть в анфас, хоть в профиль. У нее и улыбка очаровательная. И все. Но за этим, за всем скрывается характер матери. Она никого не слушает, ничего. И дальше она будет дерзить на каждом шагу. Она будет мужа точно так же поносить. А Сашка от этого не серпит. Он ее сразу, говорит Сын, как гвоздь по шляпку забьет. Ей как раз такой-то и нужен. Поэтому эти слова он воспринял как благословение. Говорит, вот Саша сказал, дядя Игнатьев меня благословил жениться на Катьке. Ну я говорю, это слишком уж круто, чтобы я поблагословлял. Я и не священник. Но смысл понятен, да. Из этих слов он правильный вывод сделал. Правильный вывод. У меня тоже жена-то не сахар. Потом и говорит она мне, только ты меня можешь довести до царства небесного. Из старобрядческой семьи, дерзкая такая замечание не держит, они такие люди у старобрядцев. Самое маленькое замечание, из них прямо брызги летят. И самооправдание, вот эти гнилые подпорки, гнилушки, это чисто старобрядческое. Самооправдание, нет отвержения самого себя. Я сегодня его увидел, он, Саша, выезжал уже, что-то остался на ночь. Я говорю, ты поздоровался, все, веселый, ты, может, чего, обижаешься. Дядя Игнатьев, нет, нет. Ну и нет, и все, тогда поезжай с Богом. Я молюсь за него целый день, чтобы он доехал благополучно. Я-то его знаю, как он родился, он парень сообразительный. Вот, а как-то он подошла, я сейчас не знаю кто, а тут какие-то у нас еще люди жили. А Анина смотрит в окно, а он подошел, она что-то спрашивает, а он ей вот так вот пальцы сложил и фигу показывает. Ну ему года три, наверное, было. Вот так фигу показывает, а она ему в окно, что ты делаешь? Он сразу два перста эти, фигу на персты, вот так вот ей показал бабки. У старобрядцев это символ, а там наш верный, так молился сам Христос. Смотри, как он фигу, ребенок, она так ахнула, захохотала только, и, так сказать, понятно. Конечно, и из фиги тоже можно сделать крестное знамение с верой, но у меня веры мало, что люди, знавшие, возвратившиеся назад от преданной заповеди, они подобны псу, возвращающимся на свою блевотину. Писание говорит, лучше бы не познать путь истины, каких матери, Галя. Я считаю, то, что она сделала, это сделала только Гафолия. Гафолия такая цариса была, и когда умер ее сын, царь, конечно, он надеялся, бабка досмотрит, а она их сразу всех умертвила, чтобы самой воцариться. Внуча сожрала, как змея. Ну и, а дальше такая, сестра успела одного спрятать, и аса-то, и он воцарится потом, и бабка закончит жизнь свою. Вот я смотрю, то, что она сделала, точно так же, вот. И мне еще напоминает одно, пять дочерей было у Магды, жены Геббельса, министра пропаганды Гитлера, она всех их отравила, и вот я такие аналоги нахожу, то, что она сделала, кресты все сняла, вот эта дерзость, это вот, ну, параллельно к этому подходит. Поэтому разница во всем может быть, но она знала, ходила, причащалась, дети ходили в храме, на исповеди были, и она сразу все разложила ненавистью, ненавистью к отцу. А раз проклят злосовище отца и мать, я говорю, это семья окружена орелом проклятия. У них проклятое все. Ты женишься, у них проклятая еда будет, проклятые дети ваши будут. У них все проклятое, проклятое, то есть покрытое чернотой, нет благословения, будет не так, как желаешь. Все будет наоборот, будет выкидыш, будут болезни, все, что Библия говорит, это проклятое. Благословение там, где послушание, где по заповеди Божьей. Эту семью я самому лютому, лютому моему врагу не посоветую приближать к себе, к ним подходить нельзя. Это зона проклятия, зона гибели. Это Библия говорит за злословие отца. Они злословят его, как только могут, отца. И она их натравлюет на него. Сейчас вот разделить имение, она хотела вчера уже, все из-под него выгребает, короб отнимать, машину отнимает. Она не понимает, что после этого ничего нет, он им, алименты никакие нет, какие элементы это. А что он заплатит-то? Ну заведет там куриц, две курицы, на одно яичке в неделю удаст, больше ничего нет. Она вроде бы тормознула маленько-то, но у ней консультант Саша Мухов. А что он знает, Саша, блудить, развращать семьи, уйти от православия к сектантам, пойти дальше. Он этим путем их и повел. Они уже, а мы баптисты. Я говорю, у баптистов не задержаться. Вы должны свалиться к харизматам, падать, чтобы пена шла, бесноваться, это ваше. А у баптистов это нормальные люди. Это глубоко верующие, высоко порядочные люди. У них вера православная. Исповедовать святую троицу. У баптистов не задержаться, нет. Сейчас они пока домик вроде приобрели в рассрочку, в Корчино, 15 километров. Но это временно. Она будет бежать очень далеко, спрятаться от позора. Вот как. Так я вижу. А тут она не задержится. Если они тут будут и будут приезжать к нему, я сказал, Игорь, ты накажи вход в дом, чтобы ни одного нарушения устава не было. Она вроде спылила, а потом, ну ладно тогда. То есть она делает это все умышленно. Им это не надо. Сейчас лежу, они все без платков. Потом у нас благочестивые старинные обоищея. Уставе написано. Устав зарегистрирован в краевом отделе юстиции. Если написано не курить, а я буду курить. Ну как на такого человека смотрят? В трамвай не заходить в пачкающей одежде. А я буду заходить. Ну так везде можно говорить. Ну это управа-то на тебя найдется какая-то дубина. Ты заходишь там, где-то есть часовые, а где-то нет. Просто по совести не курить. Детсад. Там полиции нет. А я зайду и буду курить. Ну я раз-два и на тебя сообщат, и тебя поставят на учет. У нас при въезде в деревню написано, на территории деревни курить запрещается. Курить запрещается. Девочки должны, выходя из дома, быть в платочках. Запретенная коса. А это расклад влащенный конский хвост, как кобыла, когда поднимает, а править себя хочет. Такое впечатление грязное. Видно, что ничего не знает, никакому рукоделию не учится. Какие же это невесты-то? Они лежат, спят до восьми, ждут рыцаря. А какой рыцарь-то придет к лежащим? Сегодня отец уехал со сливками в город, молочники-то, каждую неделю, один день. Они спустили быков на Игорево поле здесь. Посылают без прутика этот маленький, как кузнечик прыгает, Анфим, гонит. Быков всех не забрал, они после этого бродят здесь. Ну, безобразие просто. Безобразие. Это нарушение 10-й западе. Не пожелай чужого поля. Вот это я мог бы, конечно, им сказать и вот это вот передать. Но больше-то меня все поразило не на что. Пожалела, что вчера мы это не записали. Я говорю, а как же ты все закрываешься от фотографий? Ну, это фотография, а это для Сашки. Ему было бы полезно. Полезно, если он будет молиться. Ну, а не молится. Не молится, ничего не будет. Вся сила нашего Христа Иисусе. Мы молимся, Христос с нами. И человек должен быть движим не похотью, а Духом Святым на Святое. Вот так. Я хотел сказать, вот попутно у нас в дороге еще аккумулятор отказывал. Ты же с нами ездил. Помнишь, машину мы катали на себе? Да, да. Это уже второй раз. Один раз, когда мы ехали, это Третьяков и Пупков были. Кузидеево. Кемеровской области. Этот самый аккумулятор сел. Я от дороги говорил Николаю, да купить туда расходят. Помнишь, до чего мы будем возить такую тяжесть? То есть, мой совет отвергли. Но мы к этому подошли. И вот сегодня я гляжу, как. Стоит эта наша машина, Газель. Но стоит и не трогает. Ее надо хотя бы в неделю раз немножко тронуть. Шоферы говорят. Сегодня она мешает тебе завозить уголь. Ты договорился именно сегодня. Сегодня. Она стоит на пути. Ее куда-то надо надевать. Вы не можете ничего сдвинуть. Вчера прозаряжали часов в десять, наверное, через зарядное устройство. Не зарядили. И вот что Господь делает? Какой подзатыльник дает? В этот день тебе уезжать на конференцию. Не раньше, не позже. Мало того, в этот день кого позвать вытащить машину, никого нет. Все уехали в город. Это все именно в этот день, когда надо. То есть еще раз говорю, любое дело делать нужно сразу. Вот я заметил у Володи. Он это воспринял очень хорошо. Он стряпает лепешки. А я в это время говорю, собачкам, кошкам приготовь, едут. Он мгновенно раз все выставил сразу. Еще бы ни стало, он прям мгновенно бросает и все. Нам нужно завтра готовиться к причастию. Ну и канон батюшка сказал, прочитать Ангелу-Хранителю. Мы первым делом сейчас прочитали канон Ангелу-Хранителю. Утром Пресвятой Богородице. Ты маленько покажи там наше. Вот здесь. Это вот у нас ноутбук. Мы работаем с ним. Потом я сегодняшнего хотел показать даже. Сегодняшние фотографии. Вот они где. Что тут? А вот как раз он за быками бежал, она фильм без пояса бежит. Вот он. Фотография. Гляди. Это вот за другим быком. Трава высокая, он прыгает. Ни палочки, ничего нету, ни прутика. Это какая-то техника. Понагнали у Павла стояло здесь. А это наши посевы. Специально овес был. И вот это. Крутят из них на зиму. Там вон, видишь, смотри, сколько. Там можно если увеличить, то можно даже прочитать будет. Смотри, сколько. О, сколько их этих накрученных-то. Это сегодня. А это вот у нас тут умерла одна. Она в книге нашей про нее написана. Надо на крест прибить. А это приехал шофер. Вот он разгружает уголь. А это наша кошка. Она вообще не боится собак. Гляди, как он уперся. Глаза-то у нее какие. Он ее боится. Гляди. И главное, он к ней как только чуть-чуть шаг один сделает. А на нее вот так вот так. Так, ишь, рот-то какой разил вот это. Он как отпрыгнет. Я в избу забил, так он туда, где ты сидишь, он заскочил на кровать. А она вот здесь, если там под столом была. Она сразу, он сразу раз. Шарик-то. Вот он. Видите, какой. Она прям звук издает. А это вы, ребятки мои, уголь грузите за крома. А это вот упала тополь. Сегодня большая буря была. И все четыре провода замкнуло. Вот они, провода идут и замкнуло. Подходить нельзя. Все было мокрое. А это у Игоря показал. Тут не захватил. Ласточек, наверное, не одна сотня. И вот на крыше это ласточки сидят. На крыше, на шифере. Вообще удивительно. А это Игоря в табун гонят. Вот так. Это вот сегодня какие у меня фотографии. А вот вчера какие были. Вчера ставили уколы коровам. Вот приехала машина. Вот он уколы ставит. Ветеринар уколы. А это теленок подошел и грызет мою куртку. Что-то понравилось она ему. Я вот это ветеринар. Он говорит, а что фотографируете? Я говорю, так моя профессия такая. А это вот эти девчонки. Это она шла. Василиса. А это вот ониш какой на голове накручены. Это, видите, бежал. Своим. Вот вчера заряжали, не зарядили. Это Андрей делает. А то-то у них голуби какие. Ах, снизу. Это я, моя сестра. А это Серафима. Пришла к батюшке. Разговаривает. Ездила, говорит, в Корщину. 12-15 километров. Ой, как одеты. Она, говорит, там продавщица. А у ней, говорит, вот так вот, говорит, вся жопа обтянута. Да, мужскими брюками. Здесь, говорит, у ней брюхо. Здесь желудок. И пуп, видать, у ней-то. Безобразие. Фу. Я бы сказала ей, но сын мой тут был. Уже ради Володи это не сказала. А ей 87 лет. И она не может никак понять, что это другая эпоха. Это Женя шла домой. С машиной. Вот такое дело. И каждый день я занимаюсь фотографиями. И, ну, разное-разное. Показать даже можно. Вот. Последнее, вот, это фото было 25-го. Что у меня было здесь 25-го? Ну, а что тут деревни-то можно? Это распущенные быки. Глушкова гуляли. Вот. Это шли молиться наши люди. Вот. Видишь, какое платье. Какая мода у нас. Вот она идет в церковную. А это мы из церкви вышли. Наши жены, как говорят. Что, говорит, не сестра, то боярыня. Что не муж, что боярин. Вот они. Братья. Снимает. Это староста. Как раз это был воскресный день. Видишь, как это мать, это дочь. 14 лет. Девка какая. Как она. Знаешь, какие фотографии. Это ее младшая сестренка, Анфиса. Видишь, какие дети. Это у них мы беседовали. На тему. Будущее. Что. Какое. Будет. Я снимал тут. Сам. Видишь, как. Если. Ну, человек желает больше узнать. Так нам только зайдет. Тут столько у нас будет. Опять. Фото. 28. Показать даже можно. Вот. Смотри. Это что у нас. Лопухи какие выросли. Я сфотографировал. Это книги возили. Это коса косили. Это опрыскиватели. Ну. Не копнители, а грабли. Такие. Видите, какие. Какие кадры. Это у нас. Это храм издалека. Это наш пруд. Это далеко. Там коровы пасутся. Я их приблизил. Вот как. Ну, вот так. Наш наказ, считаю. Вполне достаточно. Если Сашке его дадут. Он волен, что. Ну, а что. Как дальше видится. Ну, как-никак. Я что. Жизнь будет. В это я не. Просто я не верю. Что нормальная будет жизнь. Это невозможно. Это нельзя. Это никак. Ну, если попадется такой, который любит под каблуком быть. То. Тогда да. У меня один знакомый. Он говорит. У меня вот первая жена была. Ну, тесть. Вот. Теща моя. Та первая. Которая. Теперь-то она никто. Говорит. А она там заведует. Он лежит на диване. И переключает. Ну, телевизор-то. А рак ему сразу. Ваня. Мы сегодня собираемся поехать на пляж. Он ничего не говоря. Выключил. Пошел. Машину подогнал. И опять на диване лежит. И щелкает. Так. Собирайтесь. Поехали. Выключил. Сел. Поехали. Все. Без слова. Там жизнь нормальная. Идеальная. Когда мужчины нету. Полностью. Там перевернутая пирамида власти. И сатана прекрасно все это держит. Но. Если мы. По-божески будем делать. Чтобы муж был глава. Тут сатана. Легион будет напускать. Тут только мусульмане до конца могут поправиться. Почему? Потому что там вся система на это направлена. Они с детства приучают их к послушанию. Хотя и у них бывает дерзкое. Но это в частности где-то далеко-далеко. Где ислам никакой силы не имеет. А где они живут компактно. Там Чечня. Там Осетия. Ингушетия. Там они строго соблюдают. Да еще если у них. Ну за этим наблюдает. Там какие есть мулы. Имамы. Шейхи. То там все как положено. Вот так. Все. Будем готовиться. Наверное уже скоро коснул. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.